День Города Утки, гуси, вальдшнепп. Сезон охоты открыт. Менее двух недель осталось до главного праздника школьников. День знаний в этом году совпал с субботним днем. Сами виновники торжества, ученики готовятся к новым урокам, встречам с друзьями и наслаждаются последними днями лета. В этом году в Рязани 68 общеобразовательных учреждений откроют свои двери для школьников. Подробности далее в сюжете. 1 сентября совсем близко, а значит в школах проходит последнее приготовление к новому учебному году. Пока в этих коридорах непривычно тихо, но совсем скоро здесь вновь зазвучат детские голоса и веселый смех. Книжки, тетрадки, целый мир знаний откроют свои двери для школьников. По данным городской администрации, порядка 77 тысяч детей отправятся 1 сентября за новыми знаниями в школы и детские сады города. Нас заверили, школы готовы к встрече учеников. Ремонты проведены, новое оборудование закуплено, но основное внимание в этом году было уделено противопожарной безопасности и антитеррористическим мероприятиям. Тревожная кнопка в школах далеко не новшество, но на этот раз именно на ее работе было акцентировано внимание проверяющих, которые с 8 по 14 августа посетили все городские общеобразовательные учреждения. Во всех школах и во всех образовательных учреждениях города Рязани установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции. Кнопки тревожной сигнализации. По договору с отделом неведомственной охраны в течение 5-7 минут по нажатию кнопки прибывает охрана неведомственная и на объекте разбирается ситуация, которая произошла, чрезвычайная ситуация. Также в рамках антитеррористических мероприятий в некоторых школах сделали ремонт ограждений. Еще один вопрос, которому в этом году уделили пристальное внимание представители всех ведомств и организаций – противопожарная безопасность. Соответствующее оборудование в школах уже было установлено. Сейчас его наладили и проверили готовность к работе. На противопожарные мероприятия затрачиваются большие средства на то, чтобы системы технические, это автоматическая пожарная система, это речевое оповещение, управление эвакуацией, это прямая связь с подразделением пожарной охраны. На эти цели выделяются значительные средства. И для того, чтобы эти системы работали в полном объеме, вот такое особое внимание им уделяется работе этих систем. У нас во всех образовательных учреждениях эти системы установлены. Еще одно средство защиты детей – это камеры видеофиксации в коридорах и при входе и металлодетектором. Помимо всего прочего, в 10 школах были полностью заменены оконные блоки, отремонтированы 14 медицинских кабинетов, а в некоторых учреждениях проведен капитальный ремонт, деньги на которые были выделены в том числе из региональной казны. Помимо безопасности, родителей волнует вопрос организации учебного процесса питания в школах. По поводу последнего нас заверили – работа по улучшению качества продолжается непрерывно. Поставлять завтраки и обеды по-прежнему будет муниципальное предприятие «Детское питание». При этом меню разрабатывается с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы организуем общественный контроль, обязательно общественный контроль организуем. Во всех образовательных учреждениях мы приглашаем для этого родителей, выезжаем в школы неожиданно, проводим анкетирование в школах среди ребят, нравится ли им то или иное меню, что они больше всего любят, на что обратить внимание и так далее. И вот на этой основе уже сообща, мы решаем вопрос по формированию меню. Не менее важное физическое развитие детей здесь тоже постарались. За последние два года отремонтировали более 15 спортивных залов. И работа продолжается. Наметили планы и на организацию досуга для школьников в новом учебном году. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Первое, что видят гости – чистая набережная. Дирекция по благоустройству города администрации Рязани привела в порядок территорию у пристани. В город на теплоходе Сергей Образцов прибыли туристы. Лесопарк – любимое место прогулок. Много зелени, нет авто. Евгения и ее молодой человек приходят сюда часто, чтобы отдохнуть от городской суеты. В этот раз прогулочное настроение не очень. Пока и ходили, заметили много мусора на территории. Мне кажется, с чистотой проблемы. Потому что мы когда ходили, гуляли вперед, очень много мусора. И, конечно, нужно бороться с этой проблемой. Сами не мусорите? Нет. Мы даже, если, например, отправляемся в походы, мы с собой мусор забираем. Отряд по борьбе с мусором от дирекции благоустройства города приезжает сюда каждый день. Только на территории около пристани собирают до полутора кубометров мусора. Люди не всегда способны донести этот мусор до установленных урн и контейнеров. Поэтому хотелось бы жителей города призвать быть все-таки аккуратнее. Потому что пристань – это лицо нашего города, приплывают гости к нам. В этот раз сотрудники дирекции по благоустройству города косили траву, подметали тротуары, убирали мусор. Чтобы приплывающие на теплоходах туристы первые, что увидели в Рязани – красивый парк и чистоту. Теплоход Сергей Обровцов прибыл немного раньше графика. У пристани туристов уже ждали экскурсионные автобусы. Мы уже были в Рязани. Очень красивый город для нас. Когда мы впервые сюда попали, было открытие. Мы не знали, что это такое красивый город. Сейчас просто идем погулять еще раз. Посмотреть на ваш прекрасный Кремль, на реку сверху. Теплоход пробудет в Рязани до вечера, потом отправится дальше по маршруту. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани изменили схему движения по улице Свободы в районе Рязанского государственного университета. Причиной стал ремонт аварийного участка теплотрассы. Движение в сторону центра обещают восстановить к концу дня. Пока движение происходит по одной полосе, причем в обе стороны. Учитывайте это при планировании своего маршрута. До 24 часов движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме. Третий и десятый троллейбусы при движении от разворотного круга мясокомбината к центру города следует по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина. Далее без изменений. 18-й автобус. От остановки площадь Свободы при движении в центр города следует по улице Грибоедова, Есенина, Ленина. Далее, как обычно. Автобус маршрута номер 23 от остановки мясокомбинат при движении в центр города следует по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина. Далее без изменений. В обратном направлении в сторону гипермаркета Глобус маршрут не изменился. Круглые сутки следят за безопасностью. За 7 месяцев этого года транспортная полиция зафиксировала более тысячи нарушений на железнодорожных вокзалах в Рязани. Они проверяют поезда, смотрят, нет ли оставленных вещей. В очередной рейд с транспортными полицейскими отправилась и наша съемочная группа. Подробности прямо сейчас. Здравствуйте, уважаемая трансполиция, Торшина полиция Мухин. Ваш документ, пожалуйста. Вы к нам на работу приехали, да? Да. Куда едете? 12 часов на посту. Сотрудник транспорта и полиции Михаил Мухин и его напарник, заступив на смену, сразу же идут осматривать вокзал. Смотрят, нет ли нарушителей закона. Тех, кто решил покурить перед отправкой поезда прямо на перроне, штрафуют. Сигарета на дорожку обходится в 500 рублей. Административное законодательство суровое, но нарушать его необходимости нет. На каждом вокзале есть специально отведенные места для курения. Кроме того, транспортные полицейские проверяют поезда дальнего следования. В первую очередь проходят в штабной вагон к начальнику поезда, спрашивают, есть ли пассажиры, злоупотребляющие горячительными напитками. Для них Рязань становится конечной станцией, вне зависимости от того, куда ехали. Есть граждане, которые при движении во время поездок в поезды распевают, дебошили, ругаются матом. Данные граждане снимаются с поезда по решению начальника поезда, то есть им отказано от проезда. И эти граждане задерживаются нашими сотрудниками, на них, как я уже сказал, составляется протокол. Билет никто не комментировать не будет, потому что, как бы сказать, граждане сами виноваты в том, что они нарушили закон. Дальше после составления протокола нарушителей отпускают. Если пассажиры отмечали очень рьяно и самостоятельно передвигаться не могут, их отправляют в вытрезвители. Как они будут добираться дальше, решают сами, но желание дебоширить после того, как тебя сняли с поезда и аннулировали билет, вряд ли появится. Таких беспокойных пассажиров отмечают в транспортной полиции. С каждым годом становится меньше. Меньше попадается там, ну, яных, распитий уже почти нет. То есть граждане уже начинают задумываться о своем поведении. На вокзале транспортные полицейские работают так же, как полиция городская. Например, помогают пассажирам, которые не могут разобраться, с какого пути отходит их поезд или электричка. Сасово, да, это электричка на Сасово. То есть в 12.40 она отправляется. Полицейские проверяют каждую прибывшую электричку, смотрят, нет ли уснувших пассажиров или подозрительных забытых вещей. Возможно, это заслуга людей в погонах, но серьезных происшествий на территории Рязанской области выявлено не было. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 21 августа на Некрасово 5 за библиотекой имени Горького загорелся нежилой дом. Пожар происходит уже не в первый раз. На месте побывала Анна Малистова. 21 августа в 14 часов 39 минут поступило сообщение о загорании нежилого строения на улице Некрасово в городе Рязани. Загорание ликвидировано в 15 часов 2 минуты. Пострадавших нет. В загорании выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. По словам местных жителей, дом горит буквально каждый день. Горожане предполагают, что дом поджигают специально, чтобы освободить земельный участок под застройку. «Я живу на Соборной площади. Постоянно и ночью здесь пожарки, и запах дыма. Дом вообще под сносом, как написано, по крайней мере, на нем. И он расселен давно, но поджигают постоянно». К счастью, огонь удалось быстро потушить. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам МЧС. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Настоящая трагедия произошла в поселке Чучково. Пожар унес жизнь полугодовалого ребенка. Произошло это 19 августа. Виной всему халатность родителей, которые оставили детей одних. В Подмосковье произошел еще более ужасающий случай. Ребенок умер в закрытой машине от жары. При этом ответственность за детей лежит полностью на родителях. А за их оставление без присмотра грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности далее. 19 августа в одном из частных домов в поселке Чучково Рязанской области произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. В это время в доме в отсутствие родителей находились шестеро детей, старшему из которых 10 лет, а самый младший был один год и 4 месяца. По предварительным данным пожар произошел в результате игры со спичками одного из трехлетних братьев. Все дети, кроме самой младшей, смогли самостоятельно выбраться из дома. Большинство трагедий с гибелью детей происходит из-за того, что родители оставляют своего ребенка без присмотра. Всего за два месяца из окон и балконов Рязанской области выпало 14 малышей. А 20 августа в Подмосковье умер ребенок, которого мать оставила на жаре в закрытой машине почти на два часа, заблокировав двери и не опустив стекла. Эти трагедии, к сожалению, не единственный пример. В последнее время происходит множество несчастных случаев, когда дети, оставленные без родительского надзора, гибнут в воде. Стоит помнить, что за такую беспечность родителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Статья 125 УК РФ предусматривает ответственность за заведомое оставление беспомощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, и лишение возможности принятия меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности. Многим родителям просто не на кого оставить ребенка, особенно летом. Некоторые утверждают, что дети у них уже самостоятельные. Папа и мама наивно полагают, что если они отойдут от своего ребенка на пять минут, то с ним ничего не случится. Но такие суждения ошибочны. Необходимо понимать, что оставлять малолетнего ребенка одного на улице, дома или в автомобиле, а также позволять детям гулять без взрослых после 22 часов, нельзя ни при каких обстоятельствах. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 18 августа в регионе открылся сезон осенней охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Продлится он до 15 ноября. О том, какие требования должны соблюдать охотники, далее в сюжете. Здравствуйте, Александр, поговорим? Да, я запутываю. Александр – один из многочисленных охотников, которые пришли получить обязательную путевку. Выдается она либо на один день, либо на весь сезон, то есть до 15 ноября. Чтобы получить, нужно иметь охотничий билет и заявление. Путевка – это документ, где перечислены основные виды дичи, на которую будет охотиться человек. Получить такую бумагу – дело пяти минут. В день в Министерство природопользования за документом приходит несколько сотен человек. Для нас работа началась еще заранее, за две недели, наверное, до этого периода. Во-первых, необходимо было обеспечить всех охотники путевками. Минприрода непосредственно выдавала разрешение путевки, как их называют, охотники. В общедоступном угоде выдано порядка двух тысяч таких разрешений. Кроме того, порядка 15 тысяч разрешений выдан охот-пользователь в закрепленное охотничьих хозяйствах. Путевка разрешает отстрел водоплавающий, болотно-луговой и степной дичи. Правда, есть и свои нормы. Самый массовый ресурс – это водоплавающие птицы, такие как гуси, утки или лысухи. Охотнику за день разрешается отстрелять не более пяти птиц совместно. Норма на болотно-луговую и полевую – до десяти. Вальшнеп, дупель и голубь – до трех. При получении путевки еще раз напоминают основные правила обращения с оружием. Также говорят, что на охоте всегда нужно с собой иметь охотничий билет, путевку, разрешение на хранение оружия и договор. При переезде с места на место ружье следует разрядить и упаковать. Самое главное, и само собой разумеющееся, выезжать, а на охоту следует трезвым. Нарушение хоть одного из этих требований влечет за собой суровое наказание. За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность по статье 8.37 КУАП РФ, что грозит нарушителям штраф до 4 тысяч рублей. Также лишение права охоты до двух лет с конфискацией оружия. Хоть сезон охоты открылся недавно, сотрудники Министерства природопользования провели более 100 рейдов, большую часть из которых с представителями Росгвардии. За два дня было выявлено 21 нарушение правил охоты. Всего в одном случае изъяли огнестрельное оружие. Как говорят сотрудники Министерства природопользования, такие рейды будут проводиться регулярно. Стоит упомянуть, что сейчас объявлен пожароопасный период. То есть существуют особые требования для охотников на рожи костров. Вместе с путевкой выдают и специальную памятку. И напоминают основные правила. Каждый охотник должен знать, что обнаружив очаг возгорания, каждый человек должен принять меры к нераспространению пожара. И в обязательном порядке сообщить в службы, которые за это отвечают. ЕДДС, полиция, местная администрация, МЧС. И в нашей области это организации ГБУ и РОПа Желез. В зависимости от самой дичи охота может проводиться как днем, так и вечером. Да и такой промысел можно вести как одному, так и в компании единомышленников. Главное – это помнить основные правила безопасности, и тогда охоте ничего не помешает. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В августе в России отметили День строителя. В регионе работают крупные строительные компании. Ведущее место среди них занимает строительная компания «Зеленый сад». Подробности далее в сюжете. Подойдя к стенду строительной компании «Зеленый сад», губернатор региона Николай Любимов поинтересовался, какие сейчас проекты они реализуют в городе и какими принципами руководствуются в своей работе. Главное – экологическое жилье для комфортной жизни. О ним строит город-сад. Экология и практичность, красота, комфорт и безопасность – вот что самое главное. Это подтвердил и главный инженер компании Владимир Тимченко. Самое главное при строительстве жилых домов – это, конечно, качество. Чтобы людям, которые потом будут жить в этих домах, было тепло, уютно и комфортно. Люди обращают внимание на планировку, на расположение окон в доме. При строительстве и при планировке жилья это учитывается в первую очередь. Зеленый сад работает в регионе почти 20 лет и без преувеличения является одним из крупнейших застройщиков. Александр Семенков в строительной отрасли трудится более 40 лет. В этом году его имя занесли на областную доску почета. Для себя осторожил профессии и выбрал компанию «Зеленый сад». Сейчас он здесь работает заместителем главного инженера. «Зеленый сад» – очень крупная, стабильная организация, которая ведет работы в основной массе строительства жилья. Во-первых, СПК «Зеленый сад» строит довольно-таки качественно. В первую очередь люди выбирают то, что им нравится. И, соответственно, районы, где можно проживать с инфраструктурой нормальной. Ну и естественные качества и планировку в первую очередь. Это жилье и планируется с того расчета, что все слои населения могут найти и приобрести себе достойное жилье. Именно для удобства покупателей действуют программы ипотеки в рассрочку и трейд-ин. Большое внимание компания «Зеленый сад» уделяет безопасности, поэтому была разработана система антитеррор. Это современные способы защиты, которые оградят детей и взрослых от самых разных опасностей. Взломы и пожары здесь не страшны. Специальные датчики сразу перекроют газ в случае утечки. Камеры слежения расположены по всему периметру здания, а также в холле, лифте, паркинге и на детской площадке. Круглосуточно дежурит охрана. Связаться с которой можно из любого места. Уже сдан один дом, построенный по концепции антитеррор. ЖК «Гранд Комфорт» расположен в Дашковой песочне. Еще один жилой комплекс в микрорайоне Кальное, построенный по системе «Евросмарт», оснащен системой антитеррор. Кроме того, здесь представлено интеллектуальное жилье, умные лифты, зонированные территории и безбарьерная среда. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте «Город62.тв» и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok